Какая у вас сила воли? Вы себя держите в руках. Я говорю, скажите, что вы конкретно подразумеваете под этим? Вы себя держите в руках. Поясните мне, что вы имеете в виду? И она мне сказала следующее. Как вы мужественно сидите на одних овощах, и что вы постоянно на клизмах. Ох, друзья, вот это ее высказывание, оно просто переполнено чашу моего терпения. И поэтому я сегодня записываю это видео, потому что то, что сказала эта женщина, не имеет ко мне вообще никакого отношения. Дело в том, что я не сижу на клизмах, и я не извожу себя на овощами, и никакой силы воли мне не нужно для того, чтобы питаться так, как я хочу и как мне нравится, и чтобы периодически мне очищать свою кишечник. Для этого мне не нужна вообще никакая сила воли. Это вообще для меня какое-то туманное понятие, что это за воля вообще, что такое воля, и в чем она измеряется, и в какой такой силе, чтобы мне нужно было ее прикладывать к своей жизни. Все, что я делаю, вот уже четвертый год, все, что я делаю, все, что касается изменения моего питания и изменения моего вообще образа жизни в сторону более здорового, все это делается по большой любви, по согласию с самой собой, со своим телом, по договоренности со своим организмом. И мне никогда не приходилось прикладывать каких-то запретов и втискивать себя в какие-то жесткие рамки, и уж тем более я никогда не приходила в голову, что нужно взять себя в руки и вот как-то так питаться таким-то образом, чтобы это было похоже на какое-то там тюремное заключение или что-то в этом роде. Я никогда не убирала какие-то продукты резко из своей жизни, и вот этот принцип, что есть можно все, он всегда присутствовал и до сих пор присутствует в моей жизни. Да, вот как это ни удивительно, но я до сих пор считаю, что есть можно все, и у меня до сих пор не стоит никаких запретов. Та форма питания, которая подвела себя на сегодняшний день, это форма естественного питания, она пришла в мою жизнь плавно и очень постепенно. Я постепенно убирала какие-то продукты из своей жизни и постепенно увеличивала количество более здоровых, более натуральных продуктов, но я никогда не запрещала себе, что вот с сегодняшнего дня я больше не буду есть мучное. Никогда не было такого. Не знаю, если вы до сих пор этого не поняли, тогда в принципе мне можно просто, наверное, закрыть канал и больше не вести эту деятельность, связанную с питанием. Потому что получается, что меня неправильно понимают, что почти каждый человек думает, что у меня какая-то неимоверная сила воли, и что я себя жестоким образом заставляю есть не то, что я хочу, а то, что якобы нужно. Это не так. Это совершенно не так. Я до сих пор ем, что я хочу. И так было всегда. До сих пор у меня не существует списка запретов. Просто, когда ты понимаешь, что определенный продукт наносит тебе определенный вред, ты стараешься уменьшать его количество в своем питании. И ты понимаешь, что чем меньше этого продукта, тем очевиднее хорошие результаты. Когда ты это видишь просто на своем организме, то рука уже сама собой перестает тянуться к этому нехорошему продукту, потому что ты видишь, какие результаты ты получаешь. И если ты любишь себя, свое тело, и вообще просто любишь свою жизнь, то автоматически ты перестаешь приносить себе вред. И опять же получается, что вот эта договоренность со своим телом, наносить ему как можно меньше вреда, она возникает на любви, на любви к себе. Я, несмотря на то, что сейчас я объявила, что я перешла на естественное питание, что основными продуктами в моем питании являются растительные продукты, и, несмотря на это, у меня до сих пор нет списка запретов. Я могу пойти в гости к маме и съесть там несколько блинчиков, хотя они не вписываются в мое естественное питание, потому что эта мучная, крахмалистая пища, она, как бы, я понимаю, что она не очень хорошо себя ведет в кишечнике, но я не ставлю запреты на эту еду, потому что я знаю, что в определенный момент, наступит определенный момент в моей жизни, когда я куда-то пойду, куда-то поеду, меня куда-то пригласят, или у меня будет какая-то фосмажорная ситуация, когда не будет другой еды, я смогу съесть шаурму, я смогу съесть пиццу, я смогу съесть какие-нибудь блинчики, и моя совесть будет абсолютно спокойна. У меня хватает ума не причислять себя ни к какому клану, что касается питания. Я никогда не причисляла себя ни к веганам, ни к вегетарианцам, ни к сыроедам, ни к фруктоедам. Я никто. Я никто в плане принадлежания к какой-то пищевой группе или группе по питанию. Я никто. Я просто человек, который разумом понимает, какая пища ему лучше подходит, и который следует голосу своего тела, и умеет договариваться со своим телом, и не приносить ему вреда, но в то же время не отказывать ему в чем-то вредном, с общей принятой точки зрения, если этого очень хочется, и если складываются такие обстоятельства. Вот в чем и состоял весь мой путь. Наверное, это особенная и характерная черта моей практики, и это то, что я стремлюсь объяснить всем людям и моим клиентам в том числе, что не надо никогда форсировать события, не надо ставить себя в жесткие рамки, потому что это никогда не заканчивается хорошо, это всегда заканчивается срывами, а потом это бичевание себя, это психологический дискомфорт, зачем это надо. И нужно учитывать еще и возраст человека. Если человек молод, то он может позволить себе резкую смену питания, ну и то, опять же, не каждый человек, да, но в этом возрасте организм гибче и быстрее приспосабливается к смене питания с наименьшими для себя последствиями. И человек может, молодой человек может допускать такие вольности, как резкий отказ от каких-то вредных с его точки зрения продуктов. Мой же возраст за 50, а уж тем более за 60, мне думается, что мы не можем позволять себе такого резкого перепада, то есть резко убирать какие-то продукты из своей жизни, пусть даже они самые вредные, включая сахар, включая мучное, мясо и так далее, мы не можем резко убирать их из своей жизни. Если тело привыкло за много лет находиться с этой пищей и получать из этой пищи определенные питательные вещества, если сейчас резко отнимаем эту пищу у тела, это опять же может просто кончиться какими-то психологическими и физиологическими срывами. А этого нужно избегать. Это нехорошая тенденция доводить себя до срывов. Поэтому я утверждаю, что есть можно всё, нельзя ставить себе в голове какие-то запреты. Нужно просто грамотно выстраивать себе эту систему, нужно прописывать себе своё питание и прописывать буквально цифрами, сколько каких вредных продуктов мы оставляем на сегодняшний день, сколько мы убираем, сколько мы хороших полезных продуктов привносим в свою жизнь и насколько много мы вообще можем их съесть, чтобы не получилось перебора. Потому что хорошей еды, полезной еды, её тоже должно быть в определенную меру. Если её будет перебор, это тоже ничем хорошим не закончится. Во всём нужна мера, разумная мера. К всему нужно подходить именно с силой разума, а не с силой воли. А если говорить о том, что я сижу на клизмах, как у многих, может быть, сложилось такое впечатление, и сижу на овощах с этой силой воли, то я просто ради любопытства посчитала, сколько же дней я в общей сложности просидела, так сказать, на клизмах за эти 3,5 года. Но это было где-то 60 с небольшим дней. Если за 3,5 года взять в общей сложности те дни, когда я занималась очищением своего организма, ну, в частности, очищением кишечника с помощью клизм, это было 60 с небольшим дней. Поместите эти 60 с небольшим дней вот в эти 3,5 года, это просто капля в море те дни, что я действительно занималась целенаправленно очищением кишечника. Все остальные дни я занималась очищением своего организма только на уровне питания, только на уровне сырых овощей, ну, и физической нагрузки и так далее. Поэтому это ложное представление о том, что я извожу себя клизмами, это просто смешно. Так что, дорогие мои друзья, давайте все-таки с вами договоримся, что вы не будете больше мне обвинять в том, что у меня какая-то нечеловеческая сила воли. Нет у меня никакой силы воли, я не знаю, что это такое, я даже не понимаю вообще, где я, а где сила воли. В моем понимании сила воли ассоциируется с каким-то мужественным воином, который где-то там на поле боя терпит какие-то лишения, холод, голод, при этом ему нужно идти в атаку, и вот он с ружьем наперевес куда-то бежит, кричит «Ура!», при этом у него нет совершенно сил, но командир ему приказал, что нужна сила воли, и нужно победить врага, и вот он на этой силе воли бежит по минному полю, преодолевает свои страхи. Это совершенно не имеет никакого отношения к моей жизни. Я женщина, я обычный человек, и, может быть, только мое отличие состоит в том, что я никогда не воспринимала еду как предмет поклонения, как какой-то фетиш, как предмет культа. Для меня никогда еда не была самым важным в жизни. Это всегда было второстепенно. И на первый план я ставила какие-то более духовные вещи, какие-то творческие дела, человеческие отношения, занятия любимыми делами, спорт, творчество, развлечения, может быть. То есть это всегда были какие-то действия, но действия, не связанные с поглощением пищи. Вот в этом, может быть, состоит мое отличие в том, что еда не является для меня чем-то уж очень таким важным и главным. Мое отношение к еде очень простое. Она для меня всего лишь средство, средство существования моего тела. А на первый план выносятся гораздо более важные вещи. Так что я все-таки остаюсь при своем мнении и убеждении, что есть можно все, только каждый человек должен воспринимать адекватно эту фразу на каждом определенном этапе своей жизни. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...